Мьютонг Year's Zero Road to Eden Мьютонг Year's Zero Road to Eden Это игра по настолке Мьютонг Настолка шведская, она была на родине настолько популярная, что затмила саму D&D Причем в разные года она была то постапокалипсисом, то космооперой, то киберпанком То есть лихорадила ее довольно сильно и вот в 14 году ее перезапустили Вот этот перезапуск постапокалиптический взяли за основу игры Road to Eden Это тактическое приключение, в которое мне довелось до релиза поиграть целых 3 часа Сеттинг вам покажется очень и очень знакомым Сначала болезнь, а потом ядерная война испепелила большую часть человечества Оставшиеся ютятся в единственном городе на планете Его назвали Ковчег Все банальности в кучу собрали Потому что, как полагается, внешний мир очень жесток И там после катастрофы завелась всякая агрессивная шушера Мутанты, гули и, может быть, еще кто-то будет Я думаю, обязательно будет Супер-мутанты Чтобы уж совсем по классике даже можно сказать Там анклав подойдет Подожди, подожди, сейчас все будет Место вне Ковчега называют, внимание, зоной Но кому-то в эту зону нужно ходить, чтобы собирать всякие предметы, необходимые для жизни Таких самородков, которые ходят в зону, называют сталкерами Подождите, вздыхать есть и отличительные черты Например, мы играем за таких вот сталкеров, которые, внимание, один кабан антропоморфный в кожаной куртке А второй говорящая утка Практически Говард утка Потому что он саркастичный и за словом в карман не лезет Позже к команде присоединится третий персонаж Но потенциальных бойцов вообще пять Но в каждую битву вы берете всего лишь три Геймплей тоже узнается издалека Пошаговая тактика с укрытиями, разрушениями, двумя очками действия и овервотчами То есть это буквально взяли при запуске XCOM'а за основу А потому в Mewton Gear Zero играть удобно как на клава-мыши, так и на геймпаде Опять же не переживайте, особенности есть Перед битвами вы можете исследовать небольшие территории И что самое главное, подходить к битвам вы можете с любой стороны То есть, например, разведать обстановку перед тем, как с кем-то сражаться Расставить своих бойцов на удобных позициях Что интересно, разведка может позволить вам какого-нибудь одного юнита, отбившегося от основной команды, убить по-тихому Если он не успеет сообразить, что вы в него стреляете И если у вас есть бесшумное оружие Типичные скиллы у этих персонажей заменили мутациями Утка, например, может себе в какой-то момент отрастить крылья И взмывать в свой ход над полем боя Чтобы снайперки, скорее всего, кого-нибудь мочкануть И потом обратно спрятаться за укрытие Кабан разносит все на своем пути Стены проламывает И роняет на несколько ходов противника Еще и урон им наносит Спамить этими скиллами вам не дадут Они даже обновляются не через определенное количество ходов А через определенное количество убийств этого персонажа Что, мне кажется, интересный момент Естественно, созданный для баланса Чтобы у вас не было особого преимущества Тактическая часть очень приятно играется Тут никаких вопросов к ней нету Но смутило меня одно Что за трехчасовую демку я прокачал больше половины всех скиллов И там не очень много интересных Вот таких вот как с крыльями и прочим Во-первых, некоторые повторяются у разных персонажей А во-вторых, действительно прикольных мутаций Не очень много У Кабана появилось бы две головы Ну что-то такое совершенно сумасшедшее Не хватает, на мой взгляд Все довольно типично для подобных игр То есть, если вы играли в оба XCOM Вы все это видели уже, как минимум Надеюсь, что в полной версии все-таки еще древо навыков обновится Потому что мало Уже за три часа все закончилось почти И дальше-то что, кроме двух персонажей? Что-то должно быть еще в данном случае Еще один нюанс в том, что проценты попадания считаются по четвертям Например, если спрячетесь за низким укрытием То на 25% меньше вероятность, что у вас попадут Если за полным, то 75% Я так полагаю, это было сделано для того, чтобы не было дурацких ситуаций, как в XCOM 99% попадания в упор практически И ваш персонаж мажет Тут хотя бы вот есть градация 75% это уже как-то более логично, что есть шанс промазать Я думаю, каждый, кто играл в XCOM поймет меня Враги пока попадались тоже очень типичные Кроме обычных стреляющих и бьющих Есть те, которые призывают подмогу Есть те, которые бросаются с сжигательными смесями А есть, которые воскрешают умерших Игра становится очень быстро сложной Поначалу у вас вообще два персонажа И приходится сражаться с целыми кучами врагов А как вы можете понять, у них условия такие же абсолютно, как и у вас Проценты попадания считаются так же Урон примерно такой же наносится И с учетом того, что у них хилзы зачастую чуть больше, чем у вас То вы умираете за два выстрела Буквально Каждый персонаж умирает за два выстрела А их в количестве больше Сами понимаете, в такой ситуации приходится больше думать Больше планировать Больше тратить время на разведку Вдумчиво выставлять своих персонажей там-сям Там кого-то на горе запрятать Кого-то поближе В общем, как ни странно, приходится больше думать Поднять напарника, конечно же, можно во время битвы Если вы не включили супер-режим Если он умирает, то он умирает Но даже когда вы его воскрешаете У него жизнь остается на один выстрел Но вы понимаете, когда два персонажа Или даже если три То кому-то из тех, у кого меньше киллзы В первую очередь и достанется Практически сразу после того, как вы его воскрешаете Он умирает Так часто происходит Те самые неприятные случаи катастрофического невезения Конечно же, случаются в самый неподходящий момент И эта игра на самом деле про кризис менеджмент В постоянном напряжении находитесь Когда у вас начало битвы А вот у каждого персонажа Жизни на один выстрел буквально Интересно еще то, что вне токтических боев Вы можете исследовать карту Находить всякие ништяки Ресурсы Те же аптечки Какие-то специальные предметы Броня Шлемы И прочее Это приятно делать Потому что хорошо нарисовано Игра неплохо выглядит Несмотря на то, что по сути Это независимая разработка За три копейки Ну не три, конечно Чуть больше, чем три Но несмотря на вот Свою бюджетность Она выглядит все равно приятно Ходить по этим лесам По следам цивилизации По росшим пухом Искать всякие артефакты прошлого Мне кажется неплохо Нет ощущения того, что вы играете В какой-то набор миссий Ну и самое главное В эти моменты герои общаются Вы больше узнаете о том Что это за мир такой Почему кабан и утка вдруг разговаривают И так далее и тому подобное То, за что стоит на самом деле Любить эту игру За необычную интерпретацию Стандартного довольно Сеттинга Что есть мутанты Говорящие звери Эта часть игры Получается довольно-таки Неплохой Несмотря на то, что Простенькая Даже с описанными особенностями Игра не кажется хоть сколько свежей Но у нее есть какой-то свой шарм Говорящие кабан и утка Задают настроение А еще вдобавок Они забавно общаются Визуальная игра Довольно симпатичная Анимации хорошие Все эти заброшенные леса Красивые То есть в принципе По своему составляющему Это очень крепкая Независимая игра Не буду говорить инди Потому что она не совсем Инди Потому что ее издает все-таки Фанком Но в какой-то степени Все-таки независимая В том смысле Что на нее давали Не очень много денег По-хорошему Mutant Year Zero Это вариация На тему Марио плюс Рэббитс Которая тоже брала В большей степени Эстетик А не каким-то Запредельным Хардкором Или сложными механиками Мне кажется Road to Eden Будет примерно такой же Но с поправкой На усложненные бои Небольшое тактическое приключение Как его называют Сами авторы Что мне кажется Довольно неплохо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин